Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодняшняя тема называется «Концептуальная основа моделирования объектов». Сегодня мы с вами будем рассматривать такие вопросы, как определение сплайнов, виды сплайнов 3D Max, сплайны и примитив, порядок действий при создании сплайнов, параметры сплайнов, визуализация сплайнов, сплайн-лайн, редактирование сплайна, составляющие сплайна-лайн. Теперь перейдем к определению сплайна. Сплайн – это гладкая кривая, составляющая из множества точек, виды сплайнов 3D Max. Для работы со сплайнами на «Command Panel» перейти на вкладку «Create». «Create» – это у нас перевод «Создать», в разделе «Shapes». В разделе «Shapes» располагаются сплайны, сплайны, «Narps Curves» – это переводится как «Неоднородный рациональный B-spline» и «Extended Splines» – улучшенные сплайны. Как вы видите на экране, вот сплайн видны объекты, да, «Line», «Circle», «Arc», «Text», «Egg», «Section», «Ellipse», «Rest Angel», который вы видите вот на экране. Сплайны примитивы. Как обычно, сплайны примитивы относятся следующие, вот как только я перечислила в этом первом слайде, вот «Line», «Circle» – вот это у нас примитивы. Сечение – это позволяет сделать плоский срез в виде сплайна, повторяющий контуры уже готовой формы. Порядок действий при создании сплайнов. При создании всех сплайнов, кроме сплайна «Line», существует одинаковый порядок действий. Вызвать нужный сплайн, например, «Circle», да, «Circle», да, «Circle», параметры находятся в сетке «Параметры». Все эти действия возможны со всеми сплайнами, кроме «Line». Параметры сплайнов, например, «Spline Circle», там радиус нужно будет указать. Когда мы рисуем сплайн «Arc», то радиус «From» от какого и до указываем. Сплайн – многоугольник, там радиус указываем, количество сторон и угловой радиус указываем. Сплайн – текст, там шрифт и размер шрифта указываем. Сплайн – рестенджел, прямоугольник, там width, length, да, длину и ширину указываем, потом угловой радиус указываем. Сплайн – эллипс, там тоже длина и ширина, length, width. И кольцо, там радиус наружного кольца, радиус внутреннего кольца указываем. Это параметры сплайнов разных сплайнов, да. Параметры сплайнов. Сплайн – stars, звезда, да, там уже радиус первый, радиус второй указываем, потом количество лучшей, искажений, вот. А когда сплайн – спираль, вот уже высоту указываем, количество витков, распределение витков, поворот витков в спирали по часовой или против часовой стрелки, вот это все указываем. Визуализация сплайнов. По умолчанию все сплайны при визуализации сцены не отображаются в окне визуализации. Для этого мы нажимаем F9. С клавиатурой. Для того, чтобы сплайны можно было увидеть при визуализации, необходимо установить для этого сплайна параметр визуализации. Настройка визуализации сплайна осуществляется на вкладке в модифе. Это у нас редактирование, да, командной панели в разделе визуализация. Визуализация сплайнов. Для настройки визуализации сплайнов выделить нужный сплайн в любом рабочем окне. Перейти на вкладку модифе, открыть цветок, визуализация, включить параметр, значит поставить галочку, да, отображение в окне визуализации. Потом включить параметр отображения в рабочем окне. Далее возможно задание формы сечения и толщины сечения сплайна. Потом сплайн в сечении может быть круглым разделе, круглый, да, а потом в любом случае также возможно и толщину задать, да. Это сплайн толщина, которую вы видите вот на экране. Modify, star, enable and renderer, enable and viewport. Визуализация сплайнов. Количество сторон влияет на результативный вид сплайна. Этот параметр виден при включении сетки. Оно включается с помощью F4. Угол, поворот сторон. Этот параметр виден при включении сетки F4. При выборе параметра сплайна в сечении будет прямоугольным. Параметр Lens и Width позволяет задать размер поперечного сечения сплайна. После настройки вышеперечисленных параметров можно перевести визуализацию для проверки результата. Тоже с помощью F9. Spline Line. Spline Line обладает собственными настройками, отличными от остальных сплайнов, поэтому рассматривается отдельно от остальных сплайнов. Рисование сплайна Line – это вызвать команду Line. Мы на практике с вами выбрали кнопку Shapes, там Line, да? И там рисовали. Теперь рекомендуется выполнить рисование данного сплайна в окне Top. Это у нас вид сверху или в окне Front, вид спереди. Если шеркнуть левой кнопкой мыши в любом месте рабочего окна, то получается первая точка сплайна. От первой точки протянется линия, и можно шеркнуть левой кнопкой мыши в любом другом месте, получить новую точку сплайна. Таким образом можно построить кривую, состоящую из множества точек. Точки впоследствии можно распределить далее. Сплайн Line – для того, чтобы линия между точками сплайна была построена строго, горизонтально или вертикально, необходимо удерживать клавишу Shift на клавиатуре. Для удаления неудачной точки можно воспользоваться клавишей Backspace на клавиатуре. Если во время создания сплайна точки ставится четко, то получаются четкие углы сплайна, например, прямые, тупые или острые. Если во время создания сплайна придерживать левую кнопку мыши, то углы получаются закругленные. Для завершения работы со сплайнами возможно два пути – получить сплайн замкнутый и не замкнутый. Для получения замкнутого сплайна надо щелкнуть один раз левой кнопкой мыши по первой точке сплайна. Появится запрос на замыкание сплайна. Close сплайн, на который можно ответить Yes. Сплайн Line. Если же требуется оставить сплайн незамкнутым, то для завершения работы с командой можно два раза щелкнуть в рабочем окне правой кнопкой мыши. Первый желчок – это завершает текущую команду, а второй выключает саму команду сплайн. Редактирование сплайна Line. Для редактирования сплайна Line необходимо выделить его и перейти на вкладку модифий – Command Panel. Для работы со сплайнами Line предложены следующие свитки. Это у нас визуализация. Редактирование сплайна Line – это интерполяция. Здесь устанавливается количество шагов интерполяции или число составляющих сплайна сегментов. Значение параметра шаги – Steps определяется количеством сигналов между вершинами объекта. Редактирование сплайна. Например, если два сплайна Circle в поле Steps ввести 0, то у этого примитива будет только 4 сегмента. И по внешнему виду он будет выглядеть как ромб. А если ввести 1, то у сплайна примитив уже будет 8 сегментов. Для формы составляющих из прямых линий параметр Steps не имеет особого значения. Но для многосторонных форм параметра Circle и Ellipse этот параметр играет очень важную роль. Чем большее количество шагов, тем более гладким получится наш сплайн. Установленный флажок Adaptive – это автоматически задает количество шагов интерполяции. Необходимо для построения гладкой кривой. В этом случае для прямых сегментов количество шагов равно 0. Параметр Optimize максимально сокращает количество шагов интерполяции для упрощения сплайна. В этом случае удаляются некоторые вершины и сегменты выделены формой. Теперь редактировано сплайна Line Selection. Здесь открывается доступ к выделению сплайна на уровне составляющих. Мягкое выделение при работе составляющими сплайна в данной свитке можно задать степень влияния изменения одной составляющей на основе. Geometry – здесь открывается доступ к различным командам редактирования сплайна на уровне составляющих. Составляющая сплайна Line. Сплайн состоит из следующих элементов. Это вершина, сегмент и сплайн. Вершина – это точка, которой можно управлять. Сегмент – это отрезок, соединяющий две точки. И сплайн – все сегменты и точки. Для доступа к любому из элементов сплайна можно использовать либо светок Selection, либо стек модификаторов. С помощью можно нажать на плюс возле названия Line. Откроется список элементов сплайна. Теперь редактирование сплайна на уровне вершина. Активизировать режим работы вершина – это выделить точку на сплайне, которую необходимо отредактировать. В обычном режиме все точки сплайна белого цвета, выделенная точка станет красной. Если необходимо выделить несколько точек, то это можно сделать рамкой выделения или щелчка любой кнопки мыши по нужным точкам при удерживании клавиши Ctrl на клавиатуре. После того, как точки выделены, к ним можно применить следующие действия. Переместить команду, выделить и переместить, изменить тип точки, использовать команду светка Geometry. Редактирование в 3ds Max предоставляет возможность работы со следующими типами точек. Это угловое безе, безе, угловое сглаживание, которые видны на экране. Первый, второй, третий и четвертый. Для изменения типа точки, выделить точку, шелкнуть один раз правой кнопкой мыши в рабочем окне рядом с выделенной точкой. В контекстном меню выбрать нужный вид точки. Точки типа угловая безе являются угловыми и управляющими векторами. При редактировании такой точки можно перемещать саму точку, а можно регулировать угол при помощи перемещения управляющих векторов. Тип точка безе является сглаженным и управляющими векторами. При редактировании такой точки можно перемещать саму точку, а можно регулировать степень закругления при помощи перемещения управляющих векторов. Точки типа угловая являются угловыми. При редактировании такой точки можно перемещать саму точку. а точка типа SMO сглаживания является сглаженным. При редактировании такой точки можно перемещать саму точку. Теперь работа сетки Geometry открывает широкий диапазон возможностей редактирования сплайнов. Команды редактирования на уровне вершин на сетке Geometry, которую вы видите на экране. Я вам в 3D Max, который показала, святок Geometry. И CreedLine позволяет дорисовывать к существующему сплайну новые линии. Присоединить это TXT делает несколько сплайнов едиными сплайнами. Аналогично предыдущей команде это сплайнов можно выбрать из списка. AttachMult позволяет добавить на сплайн точку без изменения геометрии сплайнов. Weld это объединить соединения, выделенные точкой в одну при условии, что точка находится в радиусе действия команды. Connect это соединение, позволяет соединить новые сегменты крайней вершине сплайнов. Insert это вставить, позволяет добавить на сплайн точку с изменением геометрии сплайна. Сделать правой закругленной из коста Chamber. Для редактирования сплайнов на уровне сегментов это активизировать режим работы сегмент, потом выделить сегменты, которые необходимо отредактировать. В обычном режиме все сегменты сплайна белого цвета. Выделенный сегмент станет красным. После того, как сегмент выделен, к нему можно применить следующие действия. Переместить команду Select and Move, выделить и переместить. Переместить, выделить и перевернуть, масштабировать. Использовать команду свитка Geometry. Для редактирования сплайна на уровне сплайна мы сначала активизируем режим работы со сплайн, потом выделяем сплайн. В обычном режиме сплайна белого цвета выделенный сплайн станет красным. После того, как сплайн выделен, к нему можно применить следующие действия, которые на экране. Потом команда Geometry. Это Outline. Контур позволяет создать концентрическую копию сплайна. Потом Boolean. Это вычитание, сложение, пересечение нескольких сплайнов. Mirror. Это у нас зеркальное отображение сплайна. Trim. Это Обрезет. Позволяет обрезать ненужные части сплайна до пересечения с каким-либо участком сплайна. Extend. Это позволяет продлить часть сплайна до пересечения с каким-либо участком сплайна. Отсоединить это позволяет разделить два сплайна на абсолютно независимые от друга объектов. Потом дальше у нас это редактирование. Мы с вами рассмотрели ранее сплайновые примитивы, которые обладают определенными наборами параметров, но предоставляют возможность редактировать их на уровне составляющих, как это возможно со сплайновыми line. Для того, чтобы сплайновые примитивы также можно было редактировать на уровне вершин сегментов или сплайнов, возможны два пути. Это применить модификатор Edit Spline. Потом преобразовывать сплайновые примитивы в редактируемый сплайн. Это выделить примитив, вызвать контекстное меню. Потом в контекстное меню выбрать «Преобразовывать в редактируемый сплайн». В этом случае уже невозможно будет по сетку модификаторов вернуться к исходному сплайновому примитиву. «Преобразование сплайнов в трехмерные объекты». Это у нас для придания сплайновый формат. Формам объема существует ряд модификаторов. Это у нас выделенные, выделение со скосом, вращение. Сначала мы с вами выполним замкнутый сплайн, перейдем в вкладку «Модифи», там зайти в список модификаторов, расположенный над стеком «Модификатор». В этом списке находятся все модификаторы в алфавитном порядке. Выбрать модификатор «Экстрюд». Потом в сетке у нас появится над объектом сплайна «Модификатор». Ниже в сетке появится параметр модификатора. Вот у нас, например, когда значение задается в высоту, выдаваемый объект, который мы указали, вот параметры. Потом сегмент тоже указываем. Это у нас выделение со скосом, точно так же выбираем. Это выделение скосом, например, все-таки параметры, которые выбираем. Потом это то, что получили. Сегодняшняя лекция подошла к концу. Вот у нас на экране показаны вопросы для закрепления. Вы можете ответить на эти вопросы. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...